Здравствуйте! У нас сегодня снова компания Emerald. Это уже кажется то ли третья, то ли четвертая программа. Компания Emerald из Татарстана, я напомню, она подала в суд на экологические компании, которые участвовали в Экорейде. У нас сегодня в гостях Ярослав Вольпин, это руководитель Экорейда, который непосредственно все это видел, что там творится с компанией Emerald, и нам расскажет, что на этот раз, что опять им не нравится. Компания Emerald, скорее всего ее директор Сергей Пашков, все никак не может смириться с тем, какое количество нарушений мы там обнаружили. И очень интересно, как они действуют. Вместо того, чтобы быстренько собраться и устранить все эти нарушения, они пытаются удалить информацию из интернета. Уж очень им не нравится публикация, которая выходит до сих пор по итогам наших расследований, которые активно распространяются в социальных сетях, которые еще более активно комментируются местными жителями. И это их так раздражает, что они не мытьем, так катанием пытаются всю эту информацию удалить. И что же там такого плохого-то? Я читал, вроде все нормально, все по делу. Вы же там были непосредственно сами, все это видели. Да, там все по делу, там все зафиксировано, задокументировано, подтверждено лабораторными исследованиями. Более того, все, что мы там обнаружили, подтвердили и местные надзорные органы, которые вслед за нами провели проверку и в очередной раз подтвердили все те нарушения, которые мы там зафиксировали. И даже вынесли этим нарушителям предписание. Но им, как говорится, хоть все, все божья роса. Видимо, их беспокоит там взаимоотношение с прокуратурой, которая обязана также возбуждать дела и проводить проверки по факту публикаций. И, наверное, прокуратура им говорит, что ребята, ну как бы тут два варианта. Либо вы сейчас убираете все публикации, но это только мои догадки. Либо мы сейчас вас по полной программе будем проверять. К чему эти суды приведут? Я не очень понимаю. Что, экология Татарстана от этого станет чище? Или вот эти горы отходов, которые мы там поймали, внезапно перестанут фонить и наносить вред окружающей среде? В чем смысл этих судов? Объясните мне. Дело Эмиральда в арбитражном суде города Москвы напоминает мне эффект Стрейзанд. Известный судебный процесс Барбары Стрейзанд, после которого она, что называется, проснулась в знаменитой сфере экологии. Я не сомневаюсь, что юристы, представляющие интересы общественных экологических организаций, добьются положительного результата для своих доверителей. По мне все очевидно. Свидения, распространенные экологами, подтверждены документами. Всему этому есть подтверждение. Я не понимаю, на что рассчитывает Эмиральд в данном случае. Хотя, конечно, уже вызывают вопросы. Почему суд по итогам предварительного судебного слушания не допротивил в качестве свидетеля, эколога, общественного деятеля Ярослава Вольпина? Не сомневаюсь, что в ходе судебного разбирательства при рассмотрении дела по существу мы выслушаем позицию Ярослава и поймем, как было дело при проведении проверки в отношении Эмиральда. Мое предположение, что им важнее, чтобы все было хорошо на бумаге, нежели чтобы вот все это было хорошо в реалиях. То есть вот не было, были бы действительно те нарушения, которые вы нашли, были бы действительно устранены. Вот если на бумагах их не будет, то вроде как бы и хорошо. А то, что там гора, как она была, так она осталась. Ну это как бы уже такое дело. А вот скажите, может быть, экологи, которые работают в Эмиральд, которые должны за это все отвечать, они просто хотят вот таким образом спрятать свои нарушения? То есть руководство, возможно, даже не знает о том, что есть такие нарушения? Ну или доходят на них какие-то там отрывки? Очень может быть, потому что когда мы, будучи в Татарстане, общались там с какой-то женщиной-экологом, который там отвечает за все производственные процессы, она нам сразу сказала, что ребята идите на сайт, там все написано. Мы говорим, ну какой сайт? Мы вот здесь вот сейчас находимся на площадке, мы видим все своими глазами. Откройте сайт на главной странице, у нас все разрешения, у нас все лицензии, у нас все документы. Мы говорим, ну какие лицензические документы? Вы приедете, посмотрите сюда, мы здесь ждем вас. Нет, мы сейчас заняты, у нас совещание, у нас то, у нас все. Идите на сайт, все ответы найдете там. Ну естественно, что нам ничего не оставалось делать, кроме как отбирать лабораторные пробы. Часть мы сдали в Татарстане, часть мы в специальных контейнерах с соблюдением всех условий отвезли в Москву. И в итоге что мы получили? Получили в пять раз превышение предельно допустимых норм. Не в один, не в два, не в три, а в пять. И я представляю себе, конечно, лицо директора компании, когда он прочел наше расследование, и когда он вызвал там экологов и сказал, делать что хотите, да, ну там, не знаю, у нас компания должна быть самой честной, белой и пушистой. Но вместо того, чтобы, говорю, опять же, работать по технологии, экологи, вместо того, чтобы устранять, получив даже предписание ТОС-предотнадзора, свои нарушения, они побежали с нами судиться в арбитражном суде в Москве. Но это, возможно, просто нежелание произвести свои ошибки. То есть если нарушение есть, да, то есть директор их вызывает, к примеру, моделируя ситуацию и говорит, что это такое. Он говорит, это все там придумали какие-то другие плохие экологи, да, московские. На самом деле у нас все хорошо, и мы вам это сейчас докажем и расскажем. Рассказали и пошли с доказательствами в суд. Но что самое смешное, вместо того, чтобы тратить деньги на суд, лучше бы направить свои силы и время на устранение нарушений. Но и тогда придется признать свою неправоту. То есть где-то, что экологи, к примеру, да, что-то, нарушение каких-то технологий. Может быть неправильно, не так, как нужно, освоили какие-то деньги. А вы представьте, вот сейчас они будут, значит, сейчас они отправляют юриста, покупают ему билеты, снимают ему гостиницу, оплачивают его услуги. Все это дело сейчас будет тянуться месяцами. Все эти суды одно за другим, куда мы там будем вызывать всех свидетелей и доказывать то, что там действительно имели место быть нарушения. И все равно в итоге им придется это устранять. Так или иначе, рано или поздно уйти от ответственности, пока никому не удавалось. Результативность работы нашего проекта налицо. И пытаться сражаться с ветряными мельницами и прятать свои нарушения через подачу исков в арбитражные суды – это путь в никуда абсолютно. Сегодня в арбитражном суде города Москвы прошло первое предварительное судебное заседание по рассмотрению дела. Само дело еще предстоит только рассмотреть судье. Мы в своей правоте уверены. Доказательства, подтверждающие нашу позицию, у нас есть. Мы надеемся, что суд примет законное и обоснованное решение. Мы в своей правоте уверены. И я думаю, что дальше, чем дальше будут идти эти судебные заседания, тем только будет еще смешнее и комичнее. Потому что пытаться опровергнуть то, что уже подтвердил тот же Роспроднадзор, пытаться привлечь нас по тем же статьям, по которым они уже получили отказ от МВД – это, я говорю, просто какая-то бесполезная трата времени. Ну что, мы со своей стороны, редакция «Момент истины» будет следить за процессом. Уже состоялось первое предварительное заседание. На 30 января назначено второе заседание. Мы, конечно, на нем тоже будем присутствовать и рассказывать вам, как процесс этот продвигается. В результате, когда все-таки будет решение, а мы не сомневаемся, что они будут на нашей стороне, мы расскажем все, как это все начиналось, весь процесс, всю историю, от начала и до конца. И все-таки, конечно же, мы надеемся, что, несмотря на все процессы судебные, проверки, вот эти все нарушения, которые были выявлены, будут устранены. Потому что это самое главное. То, что на бумаге – это одно, но то, что в реалиях – это самое главное. Субтитры создавал DimaTorzok